Продолжение следует... Неупокоенная душа у него. Неупокоенная душа выходит, идет в клетку. В клетке. Больше ничего нет? Нет. Хорошо, неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться? Арина. Арина? Арина. Арина. Хорошо, Арина, как давно ты находишься в этом биополе? Пять дней. Ты по какой-то причине пришла? Через него уйти хочу. Но он не отпускает. Мы отпускаем. Или ты имела в виду, ты хотела войти с него, чтобы дойти до нас. Мы тебя отпустили. Через него в портал. Понятно. Хорошо. Как давно ты закончила свою земную жизнь и в каком возрасте? 73 года. Пару лет назад упокоилась. И пришли к выводу, что надо уходить, да, Арина? Да, бессмысленно перемещаюсь. Два года бессмысленного перемещения. Я вижу, меня не видят. Много таких, как я. Ну и так, мы отпускаем очень много таких, как вы. Те, кто доходят, как вы, до нас, те получают такой шанс. Итак, вы желаете уйти? Там нет развития. Там есть бессмысленное перемещение. Сперва было интересно. А теперь я понимаю, что дальше нужно идти к развитию. Новый путь. А сущности не мешали в ваших перемещениях? Увидим друг друга, посмотрим и расходимся. Нет у нас энергии для сущностей. Нам самим не хватает их. Мы сами ищем продержаться. Этому пришел конец сегодня. Больше такого не будет. Сейчас я отправлю вас в Чистилище. Рина, и все будет у вас хорошо. Вы готовы уходить? Да, я могу пойти в точку отсчета. Готова. Открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. Рина идет в этот портал. Ее встречает ее куратор. Все, кто ее знает и любит по ту сторону, встречает Рину. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Встречает ее? Да, она зашла, ее встречает, и она благодарит нас. Во благо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Давай заправим Дмитрия энергиями. Подожди, давай сейчас пройдемся по чистоте магическое воздействие. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Здесь картинка вышла, что он ставит защиту, и они работают. И магические нападения, они как фантомные. Не доходят до него, да? Их нет, они фантомные. И вы, а нет, идет слово в его памяти. То есть, их нет на самом деле, остались только в его памяти? Да, причем он активно защищается от них. А есть от чего защищаться, на самом деле? Идет это воздействие? Сила первородной души всегда есть от чего защищаться. Согласен. Но сила первородной души намного выше и сильней. Здесь нужна гармония души и ума. Понятно. Ум пока живет отдельно от души. Это очень важное замечание. Благодарю, скорее всего, куратор дал эту информацию. Благодарю за эту информацию. Давай заправим Дмитрия сейчас энергиями. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая чистота вибрации. Скинь эту картинку, она мешает. Открывая воронку в галактическое ядро, картинка уходит в мыслеформа на переработку. Закрывая, печатая, расцаряя. Итак, сколько ему нужны энергии? 426. На счет 3 макушку головы Дмитрия начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ему цвета, начинает поступать, мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дмитрий, мы закончили вашу проверку. Как видите, вы чистая, неупокойная душа пришла к нам. Они знают, у них есть информация, когда проходят какие-то сеансы, и поэтому они могут попытаться через вас прийти. Здесь ничего страшного нет. Насчет магического воздействия вы сами все слышали. Там больше идет из головы. Как вы себя чувствуете сейчас? На защищенном. Хорошо. Сейчас мы пригласим вашего куратора в нашу комнату диагностики, и вместе с ним поднимемся к Высшему Я, которому зададим ваши 10 вопросов. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая куратора Дмитрия прийти в эту комнату диагностики. Приветствую вас. Приветствую вас, уважаемый куратор Сантос. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Дмитрий изъявил свое желание подняться к Высшему Я и задать 10 вопросов своих. Будете ли вы так любезны сопроводить нас в этой поездке замечательные? Да, непременно. Я буду рад находиться рядом. Мы поднимаемся на 12 уровень Высшего Я, да? Именно так. Вера, бери Дмитрия и вместе со мной и куратором Сантосом на счет 3 поднимаемся на уровень Высшего Я, Дмитрия. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы здесь. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. 12 уровень. И мы просим Высшее Я, Дмитрия, выйти к нам. Мы хотим задать несколько вопросов. Это потоки энергии ПК. Сейчас сформируется образ. Не светлый и формируется в женский больше образ. Как закончится, скажешь. Сформировались, готовы? Мы приветствуем Вас, уважаемое Высшее Я, Дмитрия. Представьтесь, пожалуйста, как нам к Вам обращаться. Меня зовут Влад, это Вера. Вместе с нами пришел куратор Сантос. Какая приятная встреча. Во-первых, я приветствую Вас на этом прекрасном уровне. Рада встрече своей частицы и Вас. Приятные ангелы. Благодарим Вас. Куратор Сантос, приветствую. У меня много имен. Некоторые ты знаешь. Например, Гильмер Боба. Зовите, как Вам больше нравится. Гильмер, Вы сказали, да? Именно. Хорошо. Буду Вас называть, уважаемое Высшее Я, Гильмер. Мне очень приятно находиться на 12 уровне. Мы пришли с Вашей частичкой. Она написала 10 вопросов, которые она очень бы хотела задать своему Высшему Я. Будете ли Вы так любезно ответить на эти 10 вопросов? И пояснить ему, осветить ему ту ситуацию, в которой он сейчас находится. О да, это очень интересно и весело общаться со своей частичкой, с планетой Земля. Какие же вопросы будут заданы? Мне очень нравится. Я начинаю с Вашего разрешения с первого вопроса. Пожалуйста, скажи, как мне и маме избавиться от атак черных магов на нас раз и навсегда? Пожалуйста, отвечай не абстрактно, а точными фразами и руководством, что делать. Это длится уже годами. Благодарю. Какой интересный и прекрасный вопрос. Черные маги на Земле. Твой страх открывает двери любой черноте, негативу. Будь то маги, лава, чужие эмоции и самые высшие заклинания. Тебе нужно быть намного проще и почистить свою голову от ненужной информации. Я объясню, что значит быть проще. Есть душа, яркая, светлая, со своим прекрасным опытом в разных воплощениях, на разных объектах. Эта душа имеет такую чистоту, что ее нельзя пробить, унизить, систоптать, можно напасть. Но душа имеет такой свет, что все черное сгорает в этих лучах. Это самые главные знания. Это самая главная часть, которая находится в физическом теле. Твой свет, про который ты должен знать, защищает тебя со всех сторон, отталкивая весь негатив, как ты сказал, черную магию и любые другие намерения против тебя. Все, что тебе нужно, это верить в свою силу, силу своей души, силу своих знаний, накопленных с разных воплощений. Ты просто сильнее черноты. И когда ты поймешь это, ты обретешь спокойствие и силу, зная, что свет вокруг тебя сильней любых нападков. И я покажу пример. Ах, шавка, знать она сильна, расслает на слона. Басня Крылова. Смысл понятия. Я думаю, что ты понимаешь, что много шавок будут выпускать яд, негатив, черноту, твою сторону. Но твоя энергия и сила внутренней знания намного сильней, светлей, крепче и недосягаемой. Твои энергии сжигают, как я уже сказала, негатив и черноту. Все, что тебе не хватает, это вера в себя, спокойствие. Энергии в спокойствии работают на тебя. Энергии в раздражении, страхе, нервозности работают против тебя. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Гильмар, за этот замечательный ответ. Я просто наслаждался каждым словом, которое вы говорили. Это так все просто и все понятно. Если вы позволите, я перехожу ко второму вопросу. Мое высшее я. Я общаюсь с тобой телепатически уже около года. Я действительно общаюсь с тобой, моим истинным высшим я или нет? Не всегда. Да, иногда я слышу твои запросы. Иногда телепатически посылаю ответ. Нет, но контролировать каждодневные общения я не могу. У меня есть свои задачи на моем уровне. Для этого у тебя есть куратор. Куратор отвечает на большинство вопросов. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Гильмар. Третий вопрос. Много лет телепатически, визуально я общаюсь с Марией, матерью Иисуса. Она мне очень много помогла в моем духовном росте. Скажи мне, пожалуйста, где мы в прошлых воплощениях с ней познакомились и кем мы были тогда? Почему у меня с ней осталась сильная духовная связь? Как ты называешь Мария? Давай останемся на этом имени. Душа Марии. Первородная. И связь первородных душ несомненно глубока и длина по времени. Где-то эти души пересекаются. Где-то проживают и помогают друг другу. Так как в определенные моменты, на определенных объектах происходят определенные события. Ты сам указал на момент. Вы воплощались в этом воплощении и были знакомы. Именно поэтому первородные души помнят связь воплощений. И им проще телепатическое общение. Я лишь добавлю, что не могу быть 100% уверена, с кем и через какие каналы на планете Земля ты общаешься. Общение первородных душ, как правило, происходит телепатически. Но не нужно забывать, что у каждой души свое назначение. Так же у меня. Я не возвращаюсь к тебе каждодневно, постоянно. Как я уже сказала, у меня свои задачи здесь. Я отправила достаточный процент для того, чтобы пройти запланированную программу. И это твое задание, не мое, хотя мы считаемся одним целым. От твоего опыта будет зависеть наше следующее продвижение и осознанность. Только когда мы соединимся, вся информация будет полностью загружена в нашу общую память. Так же другие души. Как ты сказал, душа Марии, у нее есть свои задачи на том уровне, на котором она находится. Благодарю. Я благодарю вас за замечательный ответ, уважаемая Гильмар. Я продолжаю дальше. Четвертый вопрос. Мне он, правда, не совсем понятен. Возможно, вы сможете его осветить. Расскажи, пожалуйста, истинные родители с божественным принципом. Они дают истинные божественные знания людям или нет? Как ответить правильно, чтобы было понятно? Я постараюсь расширить этот вопрос с узких родителей до широких понятий Отца. Много учений, вероисповеданий, пророков и учителей было послано на Землю. Многим душам нужно зацепляться за каких-то проповедников учений и религий. Для этого и была создана планета Земля, чтобы душа могла развиваться, отсеивая ложь и находя истину. Истина всегда подтверждается душой. Отвечая на этот вопрос, я скажу тебе, что изучать можно многое. Но не всему нужно верить, нужно вести свое расследование, а также жить чувствами, а не эмоциями. Дальше хочу напомнить об Отце, о нашем Отце-Создателе. И не забывать, что между ним и душой не нужен посредник, родитель, учитель или любой другой информатор. Твоя душа напрямую связана с Создателем. Все остальное — это информация, которую ты можешь принимать или не принимать. Я уже сказала выше и повторюсь. Делай свое расследование, слушай свою душу, живи чувствами, а не эмоциями. Благодарю. Благодарю я вас, уважаемая Гильмар. Следующие вопросы связаны, мне кажется, вы ответили уже на следующие вопросы. Пятый вопрос. Пожалуйста, объясни подробно, что такое Крайон и могу ли я использовать медитации, данные через Пфистер для моего духовного развития. Я отвечу, что у любого знания есть две стороны, как и две энергии, черная и белая. Не забывай это и не доверяй. Чувствуй. Каждая медитация несет свою энергию и подключение к определенным силам. Не ищи посредников. Связь с отцом самая прямая, сильная и неразрывная. Ты сердцем и душой чувствуешь эту связь. Что может быть лучше этого? Благодарю. Я благодарю вас. Шестой вопрос. Откуда у меня духовная связь с великим Энохом? И могу ли я использовать знания, данных в ключах Эноха в своем духовном развитии? Связь идет из прошлых жизней. Энох прожил 165 лет. Вы пересекались на планете Земля в определенные моменты его жизни. Знания Эноха, несомненно, велики, так же, как и многих душ. Его память, принесенная на планету Земля, несомненно, дала определенную информацию. Это то, что ты помнишь. Это то, к чему твоя душа относится легко и свободно, так как принимает эти знания. Несомненно, ты можешь пользовать их, но насколько они верны на планете Земля, насколько они правильно поняты и переведены, опять же, проведи свое расследование. Почувствуй, что было добавлено, а что действительно несет истину. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ, уважаемая Гильмар. Седьмой вопрос. Скажи, пожалуйста, как я могу использовать сакральную геометрию в своей защите и развитии? Я бы называла эту науку гематрией. Ты можешь создать свою защиту, если так она нужна тебе, и ты можешь опираться на нее, если эта защита дает тебе уверенность. Ведь любая защита не работает без внутреннего намерения и уверенности. Также манифест. Зачитанный и выброшенный пространство не несет в себе защиты. Осознанный в тишине и проработанный, он дает более крепкую защиту, так как она выстроена из понимания и намерения. Теперь вернемся к гематрии. Ты можешь сделать очень тонкую прозрачную оболочку, основанную на этих знаниях. Выстави вокруг себя такую оболочку с определенными формами и цифрами. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Есть земная меркаба у человека, есть космическая, есть галактическая. Скажи, пожалуйста, на какой из них я больше должен сосредоточить свое внимание для дальнейшего своего духовного развития и максимальной защиты? Как вы называете на Земле горе от ума? У меня была такая мысль, честно говоря, потому что я не знаю. Я объясню. Пожалуйста. Это очень легко и просто. Не нужно заостряться на таких моментах. Соедини все эти понятия в одно, и у тебя будет меркаба, защищающая тебя на всех уровнях – галактическом, космическом и земном. И одной будет вполне достаточно для любой защиты. Вся защита идет изнутри. И если ты спокоен и понимаешь, что ты делаешь, эта сила защищает тебя, переходя в энергии меркабы. И если же ты произносишь слова громко и уверенно, это не дает определенной защиты. Она не наполнена определенной энергией. Энергия должна быть понимаемая душой и идти изнутри. Благодарю. Благодарю я вас. Девятый вопрос. Какую медитацию или технику я должен выполнять для того, чтобы вспомнить все свои знания в тех воплощениях, когда я был архитектором? Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Хватает просто тишины. Тишины, небольшого погружения, а также определенной музыки. Секунду. Это музыкальный инструмент, похожий на небольшую трубу с отверстиями в нем. Подскажи мне, как он называется на земле. Вариантов много. Может быть и флейта, может быть и дудка. Флейта подойдет. Да. Флейта. Флейта. Именно так. Они еще бывают разные. Бывают и большие, бывают маленькие. У них действительно такой медитативный звезд. Небольшая флейта подойдет. Попробуй освоить ее. Поиграй с нотами. Каждая нота несет определенные вибрации и ритм. Когда ты найдешь свое сочетание, память крупицами будет возвращаться к тебе. Благодарю. Благодарю я вас. Остался последний, десятый вопрос. Какую технику или медитацию мне выполнять для защиты от сильных ментальных и визуальных атак? Первая практика – это спокойствие души. Вторая – это гармония ума и тела. Если душа спокойна, а ум трепещит и ищет атаки, гармонии не будет. Ум должен понимать, что энергии вокруг тебя сильнее любых атак. А также ум должен понимать, что ты не один. Есть и другие первородные души на земле. Телепатически ты можешь связываться с ними, усиливая ваши защиты. Далее. Гематрия. И небольшая, очень тонкая, прозрачная. Защита, которой ты доверяешь, даст тебе еще один слой, защищающий тебя. Благодарю. Благодарю вас. Остались заключительные слова. Моя дорогая высшая я, я твоя частица здесь. Я сейчас благодарю тебя за всю твою помощь, которую ты предоставила мне сейчас и которую ты мне предоставишь в будущем. Мы любим вас. Кто мы? Я не совсем понял. Прекрасно. А теперь я обниму тебя, и мы сольемся в единое целое, вспоминая нашу целостность и силу. Ты почувствуешь это покалываниями в своем физическом теле. Я оставляю тебе это чувство. Оно даст тебе чувство целостности, защищенности, уверенности и спокойствия. Я благодарю вас за эту встречу и визит на мой уровень. Уважаемая Гильмар, остался маленький нюанс. Каждому высшему я, каждому куратору, с которым мы встречаемся в своей работе, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого высшая я Гильмар, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы своему подопечному. И просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Это действительно великолепный подарок. Я помню эти плоды из разных воплощений. Они меняли форму и структуру, а также их было намного меньше. Благодарю вас за этот подарок и эмоции, а также чувства, которые я могу воскресить. Приятные воспоминания. Благодарим и мы вас, уважаемая Гильмар. Примите на этом месте нашу искреннюю энергию любви и благодарности. Мы желаем вам всего наилучшего, дальнейшего, скорейшего роста и всего хорошего, что можно только пожелать высшему я. Всего вам доброго. Благодарю вас за этот визит. До новых встреч. До новых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Бери Дмитрия. И вместе с куратором Сантосом возвращаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Полетели. Мы на месте. Уважаемый куратор Сантос, как вам эта встреча? Я лишь могу констатировать факт. Намерение было отправлено, встреча состоялась. Позвольте вам преподнести этот подарок, который мы традиционно всем дарим. Верочка, большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами, которые есть на земле. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Сантоса, можем ли мы ему передать этот подарок. Надеюсь, он ему понравился в первый раз. Или, может быть, что-то вы хотели другое? Я хочу передать ноты. Ноты для игры на флейте. Си, ля, соль, си. Мы передадим эту информацию и надеемся на скорый прогресс Дмитрия. Они настроят тебя на правильный ритм. Благодарю вас за приглашение. И мы благодарим вас, уважаемый Сантос, за то, что вы откликнулись на это приглашение и составили нам компанию в этой замечательной встрече. Я надеюсь, все вопросы, которые хотел задать Дмитрий, были сегодня раскрыты. Во многом мы повторялись с вашими ответами. Но я надеюсь, так он получит большую картину для своего развития. Благодарим вас, уважаемый Сантос. Картина широка. Ее нужно познать. А это работа. Ну что ж, на этом мы закончили. Все умное и лучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Дмитрий, мы закончили вашу встречу. Вернее, встречу с вашим высшим я. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я получил даже больше. Посмотрите на меня. Мои энергии зарядились искорками. Да. Это первородная энергия. Так светится. Ваше высшее я помогло вам. Дало вам энергии. Я думаю, вам надо будет все это прослушать. Несколько раз. И вникнуть в смысл. А сейчас мы закончили. И будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Я надеюсь, вы поняли, что вы сильнее любых магических атак. И ваша сила находится внутри вас. И вы можете только своим намерением противостоять любым воздействиям. Потому что свет всегда побеждает тьму. Так было так. Было много информации. Я буду слушать. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Дмитрия в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!